Всем привет! Сегодня будем готовить португальский рождественский пирог. Это разновидность сладкой дрожжевой выпечки, украшенной сухофруктами и орехами. Итак, первым делом нарезаем на небольшие кусочки сухофрукты и замачиваем их в портвейне. Если выпечку будут есть дети, то тогда заменяем на крепкий чай или апельсиновый сок. Замачиваем примерно 2-3 часа. Затем готовим дрожжевое тесто. Теплое молоко смешиваем с небольшим количеством сахара и сухими дрожжами. Оставляем смесь на несколько минут, чтобы появилась пенная шапочка. Таким образом мы проверяем свежесть дрожжей. Если уверены в своих дрожжах, то этот шаг можно пропустить. Добавляю сюда чай от сухофруктов, яйца, оставшийся сахар, лимонную цедру. И просеиваем муку, смешанную с солью. Моки в пирог может уйти разное количество, поэтому лучше немного оставить и добавлять по необходимости. Далее замешиваем тесто руками или миксером с насадкой крюк. Когда все ингредиенты смешаются, тесто должно получиться вот такое липковатое и очень мягкое. Добавляем сюда размягченное сливочное масло и продолжаем вымешивать. Когда сливочное масло полностью вмешалось, добавляем сюда орехи и сухофрукты. Перекладываем тесто в чашу, смазанную растительным маслом. Сверху накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте подходить примерно полтора часа. Подошедшее тесто немного обминаем и если оно сильно липнет, то можно добавить небольшое количество муки. Тесто выкладываем на коврик или пергамент. Традиционно пирог делается в форме венка, поэтому в центре мы делаем отверстие. И для того, чтобы отверстие в процессе подъема не исчезло, мы в центр устанавливаем чашку. Не забывайте, что чашка должна быть устойчивая к высоким температурам. Тесто смазываем яйцом. Сверху венок украшаем большим количеством орехов и сухофруктов. Накрываем пищевой пленкой и оставляем подходить примерно 30-40 минут. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут. Пирогу даем остыть, аккуратно убираем чашку. И сверху смазываем для блеска джемом, смешанным с водой. У меня абрикосовый джем. У меня абрикосовый джем. Тесто получается очень мягкое, сладкое, воздушное и разбирается вот на такие красивые волокна. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok